Ответ очень прост. В Ирландии есть партии, а в Украине их нет. То, что у нас называется политическими партиями, партиями не является, потому что там нет идеологии, там нет программы, там нет членства. И именно поэтому, до тех пор, пока мы не проведем реально политическую реформу, пока в новой конституции не будет записано, что может являться политической партией, пока мы не отменим рекламу политическую в средствах массовой информации и не введем обязательное проведение политических дебатов, а если партия отказывается участвовать в дебатах, то она автоматически должна сниматься с выборов, до тех пор у нас будет этот бардак. Мы унаследовали от советской системы отсутствие партий, потом по выражению Черномырдина, какую партию ни строили на постсоветском пространстве, все равно получается ЦК КПСС, а сегодня мы дошли до того, что партии превратились в вождистский договорняк вокруг какого-то персоналя, который имеет неплохой рейтинг. Это путь в никуда, никогда мы не построим политическую систему при таком подходе, и никогда мы не сможем нормально выходить на смену власти, которая не соответствует требованиям народа. Именно поэтому у нас может быть премьер-министр от партии, которая имеет ноль рейтинга, и это почему-то считается нормальным. В любой европейской стране премьер-министр при таком рейтинге, и при том, что партия премьер-министра отказывается участвовать в местных выборах, потому что у нее нет шансов быть избранными, это абсурд. Это еще раз свидетельствует, что в Украине институциональный кризис по всем абсолютно параметрам. У нас экономический кризис, у нас кризис власти, у нас кризис доверия, у нас политический кризис, и у нас институциональный кризис, потому что в Конституции написано одно, в жизни абсолютно другое. Банальный пример, о котором мы говорили, это бесплатное образование или бесплатная медицина, которых уже давно нет. Поэтому, сколько бы мы не плясали на костях этого постсоветского разрушенного здания, если мы не проведем полное переформатирование системы власти, если мы не поменяем конституционные принципы, мы будем все время в бесконечном кризисе, который будет порождать новые и новые.